Саженцы, которые вы купите, кто вам гарантирует биологическую совместимость? Кто? Я был шокирован, когда у меня был прямой разговор с живым селекционером, с человеком, который имеет ученую степень, который имеет должность. Я был шокирован, когда он сказал, что нам к ним в сад присылают семена с одного района, а черенки с другого. Вы что, это же десятки лет, чтобы одно к другому приучить. А тут одно на другом, прорастил те, привил то и сразу на продажу. Вот она ваша работа. Вот. Это то же самое. Убедят вас сто процентов, что это привитые, но если не привитые, что их укрывать не надо. Убедят. Вот так, кстати, семенцы выглядят. Вот. Это тоже. Ну, разве можно так продавать саженцы весною, у которых ровно год не снята пленка? И когда я пытался одного из таких вот производителей, которым лень пленку снять, у которых «не, ничего, это, не, ничего, это, ничего страшного, ничего страшного». Вот. Плевали они на то, что будут у людей расти их, их эти, любимцы или не будут. Кстати, вот тут вот те самые корни, вот те самые уклоновые. Если вот этот саженец, во сколько корней должно быть? Вот столько нормальных. Так, это саженец рынка, саженцы. Что мы здесь видим? Вон они, колючки, дикая усовийская груша. Вы знаете, дефицит страшный даже у нас. Видите, нашла же где-то это самое. Я не спрашивал у этой бабушки, где она их взяла. У меня своих таких полно. А то я бы ее... Я бы вот эти вот дикие груши, вот эти что-то эти, вот она, вот она, видите. Вот. Я бы их руками оторвал. Я бы заплатил 3, 5, 10 тысяч за эти саженцы, чтобы вырастить и иметь семена. Но у меня уже есть, я это проходил уже. Слава Богу, 30 лет поисков. А она-то продается как привитая. Вот я с ней разговариваю, разговариваю. Я, ну, чтобы не кричу, не ругаю, наоборот, зубы заговариваю. Вот видите, вот это вот сенсоронетки, вот это. Для меня это легко определено, вот, допустим. А вот это вот, допустим, вишня тоже из этого самого. Может, прикорневое отводок, может, сенсор. Не так суть важна. Короче, все это надо привать. И она знает такое слово. Когда я все-таки в конце разговора, так, понемножечко с ней разговаривал, я говорю, так, доброжелательно. Говорю, ну, люди же купят, а вырастет-то у них плоды любые из этих, с ноготь. Она говорит, да ничего, пусть потом привьют. Но это не профессионалка. Это одна из последних бабушек. Я даже удивился. Вы знаете, когда я приехал на Саиногорский первый рынок в 85-м году. Боже мой, откуда вдруг это все взял? 85-й год, год запал, это, перекрытие Енисея. Еще климат был еще жестче. Это ужас, это горы, это предгорье, это тайга, это то, что называется резкоконтинентальный климат. Ну и вот. А на рынке вот этого добра было, ну, поприличной. Отводков множество было, или сеянцев. Китайской сливы, манчурских абрикосов, ранеток, полукультурки, даже привиты уже были. Вот, попадались, ну, прививали, ладно, а в основном то, что выкапывали из-под деревьев. Но там попадались вполне прилично. Волочные вишни. Можно было посадить сад из вишен вполне приличных. Так, и слив вполне приличных. Вот, из этих самых абрикосов, пусть полукультурных, непривитых. Но пусть, это уже прекрасный сад, это уже витамины, это полный погреб закаток. Уже тогда рынок преподносил, пусть, ну, назовем это, ну, как вам сказать. Ну, вот, сейчас я, допустим, продавал, или мой сын продает то, что образом, можно сказать, мерседесы, если применить терминологию автомобильную, да. А на рынке предлагали запорожцы и москвичи, например. Ну, ведь мы же ездили на запорожцы, то есть, как бы, условно, довольно эти. Что случилось за эти годы? И я им был благодарен. Я и покупал-то первый, ну, подумаешь, вместо черешни, которые мне продали, как черешню, мне дураку, в 85-м году мне продали эту самую, кислую вишню. Через несколько лет оказалось, что она и не растет. Вот, есть такие кустарниковые степные, знаете, кустарниковые степные, она и в 30 лет имеет роста 2,5 метра, а тут вот такая карлика, и на нем три ягодки, они еще и бесплодные оказались. Вот, пусть, я, все равно, она меня научила, я же потом черешни вырастил. Это мой первый опыт, первый самый опыт, и я ей благодарен, что она меня обманула. Почему? Ну, потому что пришлось самому все делать. Далее, это все-таки было, как автомобильный рынок из Запорожцев и из первых Жигулей. Пускай, но это было, и сады быстро-быстро были заполнены этим, а оно еще и не умирает, оно выдерживает любые морозы. Потом мы стали выращивать по-культурному, научились прививать, мы молодцы. Но на том этапе хоть такой рынок был, как те же Жигули, которые ломались чаще, навозили, чем Мерседесы, навозили же нас. Был такой рынок, был, и он полностью исчез. Сейчас таких бабушек, это фотография трехлетней давности, сейчас таких бабушек нет никого. Зато привозят огромное количество саженцев, и все, грустно говорят, с Алтая, и ни у кого документов нет и быть не может. Вот, и все это поступает, и поэтому наш край деградировал, так как деревья стареют, умирают. Большинство из наших с вами собратьев по садоводству убивает их своими руками, да как эффективно. Ой, забыли. И во всей округе, везде и всюду, только или импорт, или дрянь с питомников. Почему я говорю дрянь? Массовый переход на клоновые подвои, про сельцевые подвои забыли. Прививка почкой. Почему любой питомник вынужден экономить? Как? Брать каждую почку. Вот, вот посмотрите, я не отходя от кассы, еще раз, не сто раз, а раза три говорил, пусть будет четыре. Вот видите, это примерно двухлетний саженец. Годом раньше был стволик с почками. Теперь смотрите, с одной почки вырос вот такой побег. Видно, да, надеюсь, курсор. Вот такой побег. С другой, вот так кусенькие, это плодовая, 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 плодовая. А они все пойдут на выращивание саженца. А он бывает метр вырастет, вам продадут. Дальше не растет, другой может вырастет, два метра дальше не растет. Почему? Да потому что понятно, что любое дерево, все это неважно, привитое, не привитое, вот оно имеет и как бы ростовые ветки, вот они, а вот покороче, полуростовая, полуплодовая, и наконец, вон она мелочь, мелочь. Каждый из этих почек в питомнике в большом идет в дело. Вы об этом не знаете и никогда не узнаете. Нет, вы теперь знаете, за руку не схватите. Схватите, скажут, ни хрена, вы не понимаете. Вон какие саженцы вырастают. Вопрос, что дальше будет. Вот. Ни морозостойкости, ни роста. Но это потом, это вы узнаете потом, когда купите саженцы с рынков, которые деградировали, с этих, с питомников, которые деградировали. Переход на питомниководство по Железову, на сайте все есть, изучайте. Но это дорогостоящее занятие, приходится продавать саженцы, так как бы, со словами, от 1000 рублей, иначе овщинка в водилке не стоит. Огромное, эти самые, калечение маточек деревьев, потому что с ветки пойдет, вот, допустим, ветка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, двадцать, там, ну, обычно 20, от 10 до 20 почек идет, прививка почкой вырастает 10-15 саженцев, причем она очень эффективная, а при прививке черенком получается не 10-15-20, а получается 2-3, 2-3. Это значит, частный маленький питомник может вырастить качественный саженец, но вынужден продавать очень дорого, допустим, от 1000 рублей. Я уж перешел на коммерческий лад. А питомник крупный вынужден или закрываться, или продавать халтуру. Войдите в его положение, купите 10 саженцев, из них парочка будет из настоящих почек. О чем узнаете? Потом, когда все 10, часть погибнет, часть будет в очень жалко состоянии, а парочка будет расти нормально. Поняли? Вот я фактически закончил. А, нет, нет, я же не все пролистал. Ох, красавцы! Вот эти почки, это двухлетки, это как раз есть. А заметили? Вот, это уже другой торгаш, торговец. Опять, видите, запомнили, их так легко запомнить. В любом городе найдете. В любом городе вам скажут, что они из этого, из Салтая. Вот. И вот они, красавцы, могут такие вырастать только где? Только в Средней Азии. Год прошел, оскопляют вот эти, ну, допустим, ногтем вот эти почки, чтобы, не дай бог, вот так не росли. Их невыгодно возить будет. Вы знаете, сколько влазит в этот? Фура вот таких. Поняли, для чего их ископляют? Потом, чтобы товарный вид оставляет 3-4 почки, и вот они погнали еще год. Видели? Вот. И, внимание, о чем пока один будете узнать, специальная обрубка корней. Почему? Потому что у меня, вот их тут, допустим, 20. Не преувеличиваю? Где-то 20. У меня вот столько места, или у Сергея Валерьевича Железова, занимает один корень. Вы представляете, что? А здесь 20 корней влезло. Вы что? А приехали-то они фурами, это уже перекупщик привез на микроавтобусе. Вы что думаете? Вместо одной фуры, чтобы у вас были сальвцы с корнями, вы что думаете? Вам погонят 20 фур? Хотел показать кукиш, да неудобно, обидитесь. Но нас считают с вами за дураков. Вот. Вот открыли. Вот она прививка почка. Вот страшная рана. На абрикосе. Ладно, вот эти вот, вот редкий случай я искал, но я нашел абрикос с корнями. Примерно это 20% корней сохранилось, если брать в целом, что он был вот такой. Вот. Ну, 20%. Значит, вот от этой кроны нужно оставлять вот столько. А они почки-то уничтожили. Видите? Специально, чтобы они не росли. Вот так вот отрежешь, а что расти будет? Есть единственный шанс, что где-то на ровном месте, на голом, из ничего появляются ветки. Я их уже называю неполноценными, но они появляются. Вот если тут отрезать, подчеркиваю, это же учеба наша с вами, то тогда они могут позволить себе вот тут где-то. Если случайно удастся выдавить из себя побеги вот тут, если вот тут отрезать, еще он сможет выжить. Но он все равно не выжит, он же со Средней Азии. Так. Так. Средней Азии. Средней Азии. Средней Азии. Средней Азии. Средней Азии.